Икра царская, красная особая. Знаете, чем пахнет? Теперь попробуем на вкус. Ба! С глаз долой! А вообще икра должна быть плотная. От этой икра вывалилась бы. Очень вкусно. Сегодня я хочу накупить разный красный икры в разных магазинах и протестировать специально для вас. Потому что в последнее время столько подделок, а я в икре, кстати, очень неплохо соображаю. Поэтому начинаю скупать икру. Но красная икра это продукт очень опасный. Поэтому надо очень хорошо подготовиться к дегустации. И для этого возьму-ка я бутылочку вискаря. В метр большой ассортимент крепкого алкоголя. Я уверен, что здесь вы подберете все на свой вкус. Ну и, конечно же, на свой кошелек. У меня как поется в знаменитой песне. Какой русский не пьет виски? Такой русский не пьет виски. Поэтому виски и икра. Думаю, вам понравится. Друзья, всем привет! Вы наивливший в ченнел. А значит, как всегда, что-то будет вкусненькое. Я вообще сегодня тоже рассчитываю на то, что будет что-то вкусненькое. Поверьте мне, друзья мои, осталось хоть и до Нового года пару месяцев. Но, как вы знаете, они пролетят вот так вот. И мы не успеем ничего вспомнить. И, как говорят, запомнить. Но главное это одно. Как Новый год встретишь, так он, соответственно, и будет. И чем будет стол богаче, тем он будет благороднее. Кто-то, может быть, заработает много денег. О черной икре мы не будем говорить, потому что все-таки год был сложный. Красный икран, на самом деле, это один из самых любимых продуктов нами, россиянами. Конечно же, я, как действующий шеф-повар, мне привозят очень много на пробу. И поверьте мне, бывает то, что привозят феноменально вкусно, а бывает то, что вот просто бээээээээээээ. Я, кстати, специально для этого поставил по традиции мусорное ведро. Красная икра бывает разная. Все зависит от вида рыбы, из чего она сделана. На всякий случай напомню, что красная икра в большей степени, конечно же, это семейство лососевок, куда входит нерка, чавыча, кита, форель, кижуч и многие другие. И удивительно, когда я покупал вот эту красную икру, я увидел еще и имитированная икра. Я вообще думал, что имитирует оргазм только лишь женщины, а оказывается ни хрена себе, зараза. Поэтому мы сегодня попробуем два вида имитированной икры. Ну и я вот здесь купил 11 банок красной икры. Ценообразование, конечно, на некоторые банки зашкаливает, но и самое главное все-таки постараться вам раскрыть глаза на то, что стоит покупать, а чего не стоит покупать. Перед тем, как мы начнем тестировать, я хочу сразу дать маленький совет. Я никогда не рекомендую вам покупать икру на рынках, где она продается с ведер, с лотков каких-то. Ну, поверьте мне, человек, рожденного в СССР, который первый урок на предприятии общественного питания получил от матерых поваров, знаете какой? Как пи***ть икру. Все очень просто. Приходит бочонок, определенное количество вынимают туда, заливают либо боржоми, либо пиво. Все аккуратно перемешивают и дают настояться. Пиво начинает впитываться в зерно, но и увеличивает, соответственно, вес. Поэтому, конечно же, доверять лучше всего закрытому продукту. Но и, к сожалению, в последнее время участилось, что и закрытые продукты, я имею в виду консервация, тоже не очень качественная. Как правило, бодержат еще растительным маслом, но от этого, от растительного масла, большого количества растительного масла икра становится жидкая. А вообще икра должна быть плотная с точки зрения консервации. Начну тогда я с классики. Вот, кстати, слышите? Вот она дребезжит. Влага. Опа. Тишина. Тишина. Погнали! Как всегда, это не на правах рекламы, это просто-напросто я делаю как для себя, так же, как и в большей степени для вас, для моих подписчиков YouTube канала Ивлев Шеф Ченнелл. Поэтому, друзья мои, не забываем подписываться, ставить колокольчик, ну и, конечно, рекомендовать друзьям, потому что это очень важно. Если вы хотите быть в курсе всех событий, участвовать во всем, что творится в кулинарном мире мира, конечно же, тогда мой канал для вас. Ну и вообще, если вы не умеете готовить, то, конечно же, на моем канале всегда очень много разных блюд. А скоро еще и мы запустим пару шоу офигенных. Так что, друзья мои, новый сезон в разгаре. Икра зернистая, лососевая. Бренд какой-то странный, с названием Тунгутунг. Кстати, а вот она еще такая же, только это уже стекло. Вот. Ну давайте посмотрим. Здесь от одного бренда две икры. Начинаем! Посмотрим внешний вид. Кто-то подумает, что это иней. Нет. Это может быть даже какая-то консервация. Икра жидкая, видите? Явный запах лососевых, но не мощный, а достаточно такой лайтовый, потому что бывает прям вообще жесть. Консистенция, признаю честно, не вселяет уверенность, но запах уверенность вселяет. Поэтому начинаем, что делать? Пробовать. Итак, лососевая. Такое ощущение, что съела икру у воблы. У меня вообще такое ощущение, что это паленая икра. В молекулярной кухне применяются определенные приемы. Можно сделать икру из любого продукта. Делается она очень просто. Мы берем сок любого продукта, либо бульон, добавляем небольшое количество агар-агара, можно даже добавить желатина. После того, как это все растворилось, мы набираем шприц этого раствора и начинаем выжимать потихонечку в масло. За счет плотности охлаждения масла попадает капля и она сразу образуется в оболочке. Икра мне это однозначно не нравится. Я не буду вам ее рекомендовать. Вкус у нее ненатуральный. Посмотрите, какая у меня ложка. Очень странно. Эта икра идет в помойку. Я ее даже не оставлю ни кошакам местным, ну не говоря уже о своих друзьях-товарищах. Теперь смотрим стекло. Вот смотрите, один бренд, икра не сползает. Она не жидкая. Вот, пожалуйста, от этой икра вывалилась бы. Очень странно, они пишут икра лососевая, зернистая, но это очень мелкая икра для лосося. Вообще ничем не пахнет. Удивительно, но вкусно. Натуральный вкус. Икринка лопается, нету яркого рыбьего вкуса. Настораживает только одно, что слишком прям уж очень мелкая для лосося. Очень похоже на нерку. Salmon caviar. Тихоокеанская, зернистая. А, нерка! Офигенная. Очень вкусная икра. Та в помойке, а это холодильник. Идем дальше. Следующая банка. Икра лососевая, зернистая, горбуши соленая, первой сорты. Внешний вид вообще похоже на желе. Икра достаточно жидкая. Видите, что происходит? Зерно, в первую очередь, должно быть, конечно, цельное. Здесь оно в перемешку, поэтому такое ощущение, что это какая-то кошмала. Видите? Очень отдаленный запах селедки. Теперь пробуем. Да. Это контрабас. Почему? Объясню. Во-первых, опять, да, то есть вкус ненатуральный. Икринка прилипает к зубам. И икринка достаточно такая плотная. Икра бренда Камчатское море. Берегите себе, друзья мои, проходите стороной этот бренд. Идем дальше. Итак, икра лососевая, зернистая. О, кстати, тот же бренд. Это икра нерки. Смотрим. О, вот что такое, понять не могу. Один и тот же бренд. Одна икра говно, а вторая уже более-менее. Видите, она такая начинает уже спускаться, но все равно плотность достаточно такая неплохая. Зернышко к зернышку. Ломаных почти нету. Присутствует легкая горечь. Ну, если честно, чем больше я прожевывал, тем больше появлялась горечи. У меня дядька, он очень любил пузыри от воблы. Он их всегда зажигалкой поджигал, они подгорали, он потом ел это. Вот я это никогда не забуду. Отвратительная икра. Внешний вид хорош, а вкус отвратительный. Горький! Как в том советском боевике. Наша служба и опасный круг нас. Икра лососевая, тихоокеанская, зернистая, соленая горбуша. Открываем и наблюдаем. Консистенция. Опа. Но все равно такая достаточно плотненькая. Признаюсь честно, внешний вид, но не очень. Запах свойственный лососевым. Не селедки. Ну, смотрите, неплохо. Вкус. Слышите? Это как икра летучей мыши. Я так за глаза называю икра летучей рыбы. Особенно, когда ролл Калифорнии ешь, там потом она порту носится и пей, лопаешь. Она очень соленая. Вкус есть. Яркий, вкусный. Но меня смущает только одно, что оболочка очень такая плотная. Поэтому могу сказать о том, что по педибальной системе эта икра на хорошую четверочку. На всякий случай, напомню, я тестирую так, как я это чувствую, так, как я это знаю, так, как я это переживаю. Ту икру можно есть, оставить ее для новогодних праздников и не только. Идем дальше. Горбуша соленая икра лососевая, зернистая. Открываем. Вау. Итак, смотрим. Эту банку икры я просто запомнил очень хорошо. Она, во-первых, вся грязная, вся липкая. И купил я в одном из знаменитых магазинов по всей Москве и России, которая, знаете, имеет цифру одну. Знаете, как в том фильме про коньяк? Одна звездочка, две, три. Нет. Лучше всего, конечно, пять звездочек. Она какого-то непонятного цвета. Зерно, посмотрите, насколько зерно странное. Половина прозрачное зерно, а половина белое. Знаете, какой запах? Не поверите. Знаете, вот есть запах, когда картошку хранишь, когда начинает прорастать, вот такой вот запах сырости. Ужасная икра, и я боюсь даже ее пробовать, потому что запах вот такой вот. Только лишь с одного внешнего вида и запаха. Пробовать я это не буду. Итак, классические банки мы попробовали. Поехали теперь дальше. Икра лососевая, зернистая. Соленая горбуша. Внешний вид. О, плотненько так уложено. Хорошо. Зернышки не лопнутые. Цвет натуральный. Запах лососевый. Хорошая икра, вкусная. Мне импонирует этот бренд. Если вы помните, на канале делал крабовые котлеты. И вот я добавлял в эти крабовые котлеты, акцентировал на это внимание, крабовые палочки именно этого бренда. Хорошая икра. Вкусная, яркая, сладенькая. Как должно быть. Вкусная. Икра форелевая. Кондопожская, зернистая, без консервантов, первый сорт. Это икра форели. Вот это икра. Вот, посмотрите. Форель еще мельче. Ну, вы посмотрите, какая она зернистая. Опа. О, плотненькая какая. Ну, посмотрите. Как мы это в профессиональном мире называем сопельки. Сильноватая. Удивительное ощущение свежей рыбы. Очень крутая икра. Вот могу однозначно сказать. Ребята, вы большие. Молодцы. Вот это пока number one. Советую. Очень вкусно. Вот такая баночка здесь даже присутствует. Сейчас это очень модно. Делают такие вот бечевки. Как это называется, бабушкин стиль. Ого. Красное золото. Зернистая икра лососевая. Ребята, я смотрю, вложились очень круто в бренд. Внешний вид икры через стекло мы смотрим. Неплохой. Вы знаете, когда икра бодяжина либо искусственная, там большое количество растительного масла и отваливается икринка от икринки, там даже нету вот этих вот, как я их назвал, соплей. Вот здесь вот она есть. Достаточно жидковатенькая, но внешний вид, легкий запах омеги-3. Ни селедки, ничего. Сладенькая, соленая, легкая горчинка, прям легенькая. Приятно. Не зря ребята вложились в бечевку. Очень твердая четверка. Идем дальше. Здесь один и тот же бренд и здесь икра нерки и здесь икра нерки. Камчатское море. Красивая банка, ребята. Обрати внимание, пожалуйста, на банку. Здесь икринка к икринке, а здесь какое-то страшное море. И вы посмотрите, какая жидкая икра. И это нерка. Знаете, чем пахнет? Не поверите, кислой капустой. Зерна и икринки 50 прозрачная, 50 мутная. Цвет какой-то неестественный. Даже пробовать не буду, потому что вижу, что эта икра испорчена. Что было понятно, вся икра была куплена в холодильниках. За исключением вот этой икры из такого общенародного магазина, она лежала просто на полках. Обратите внимание на внешний вид. Банки. Икры. Ужас. Улетела. А вот эта икра, этого же производителя, но маленькая баночка. Неплохо. Запах хороший. Нерка. Мелкое зерно. Зерно поломанное. Вот это вот пахнет хорошо. Не самый лучший бренд. Когда ты ее ешь, икринки прям нежнейшие, но они не лопаются. И у тебя вот ощущение вот воблы, вяленой воблы. Не буду вам ее рекомендовать. Ужас. Итак, друзья мои, мы с вами закончили. Первое место однозначно икра форели кондопожская. Очень хорошая. Вся остальная икра, вот эти четыре банки. Могу сказать, что это твердая хорошая четверка. Где-то, соответственно, пересол, где-то, наоборот, недосол, где-то зерно хорошее, где-то мягкое. Но в целом, однозначно, сто процентов, три дня поноса мгновенной смерти у вас не будет. Поэтому пользуйтесь. На всякий случай, если все-таки пандемия кого-то очень сильно затронула, то, конечно же, можно попробовать и икру имитированную. Если вот такая банка стоит где-то порядка там от 400 рублей, то вот это от 70 рублей. Что же такое имитированная икра? Кстати, еще молодцы такие красавцы. Икра царская, имитированная красная особая. Да, заморская икра. Из чего же сейчас делают икру? Рыбный бульон из филе горбуши. Вода питьевая. Экстрат бурых водорослей. И понеслась ешка одна, ешка другая, ешка третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. А это, кстати, один очень известный бренд рыбных консерв. Икра красная имитированная, слабосоленая, лососевая. В состав печени отваливается. Ну ладно, дайте попробуем. Имитированная икра. Вау! Искусственная икра. Ну, здесь внешний вид, ну, более-менее такое нормально, такое ощущение, что закипела вода. А здесь прям царская, реальная, икринка к икринке, прям огонь. Чем пахнет? Ничем. Это вот царская. А это? Блин. Может, я ковид подцепил? Нет. Обаяние. Все в порядке. Икра контрабасная, скажем так, да, с точки зрения искусственная. Для чего она нужна? Ну, не знаю. Может быть, правда для тех людей, у кого бывают, наверное, проблемы с финансами. А хочется так икри поесть. Я признаюсь честно, иногда использую черную икру. Она нереально вкусная, но сделана из морских водорослей, в том числе и агар-агара. Вот она как на вкус, так же, как на внешний вид, очень крутая. А это, это вообще непонятно, о чем. Такое ощущение, что я ел суп рыбный, и мне попался глаз рыбий. Ну, а это жидкая дресня какая-то. Теперь попробуем на вкус. Да. С глаз долой. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. У всех, наверное, бывали моменты, когда им попадалась либо тухлая килька в томатном соусе, либо тухлые бычки в томатном соусе, либо какая-то тухлая рыба. И вот сейчас у меня было ощущение, что я попробовал тухлую рыбу, которая была завернута в тухлые носки, которые пролежали где-то на дне городской помойки. Лучше копите деньги, покупайте настоящую икру, нежели задешево покупать непонятную имитированную икру. Женщины, не имитируйте оргазм, пожалуйста, потому что вот кто-то насмотрелся и решил, соответственно, сымитировать икру. Не надо. Пусть будет все по чесноку. Ну, а для вас, друзья, как всегда, прокачивал красную икру я. Рад всегда вас видеть. И до новых вкусных встреч на моем канале Ивлев Шевчал. Пока-пока! Все свободны! Ивлев Шевчал. Ивлев Шевчал.